В эфире канала Россия итоговая программа событий недели в студии Ашемец Пхешков. Доброе утро. Тема коронавируса на сегодняшний день остается самой обсуждаемой. Во время пандемии одним из первых на себя принимают удары медицинские учреждения и врачи, которые находятся на передовой в борьбе против опасного врага. Круглосуточно на страже здоровья людей и спасения жизни медики, давшие врачебную клятву. Карачао-Черкесская республиканская клиническая больница с 16 марта находится на особом режиме готовности. О том, что сейчас происходит за стенами лечебного учреждения и как налажена работа медицинского персонала больницы в период борьбы с коронавирусом, узнавала Фатима Даурова. С момента начала реализации мероприятий по борьбе с эпидемией в республике были определены медицинские учреждения с разными задачами. Те, что будут заниматься пациентами с коронавирусом и подозрением на его наличие, и те, что будут работать в плановом режиме. Это туверкулезный диспансер, изолированное здание, которое абсолютно соответствует всем требованиям. Это городская больница, которая должна была как коммунарка взять на себя весь дифференциальный процесс, то есть уточнение диагноза, установку диагноза, выявление. И то есть все вирусные пневмонии должны были пойти туда. И инфекционная больница как изолятор. Ну и плюс резервные учреждения, которые потом должны подключаться к процессу. И тогда же сразу четко было сказано, что должны остаться те учреждения, которые обеспечат нормальное существование республики и оказание помощи пациентам в обычном ритме со всеми остальными заболеваниями. Это родильный дом или перинатальный центр, это республиканская больница, это онкологический диспансер. И вот с этого момента Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница заработала в особом режиме готовности к чрезвычайной ситуации. Усилили санитарно-эпидемиологический режим. Вход в больницу только через турникет и после дистанционного измерения температуры. Санитайзеры и бахилы в обязательном порядке. Стационарные больные проходят только по пропускам с термометрией и по записям в журналах. Мы обеспечили свои приемные отделения пульсоксиметрами, средствами защиты, защитными костюмами. Причем защитными костюмами многоразового пользования, которые нам удалось успеть приобрести до подъема ажиотажа. И более того, мы даже 100 костюмов многоразовых отправили в те учреждения, где в тот момент были перебои. В тот же ТОП диспансер, инфекционные больницы, некоторые другие учреждения. И вот в таком взаимодействии мы сейчас все и продолжаем работать. Весь персонал прошел специальную учебу именно по работе с коронавирусной инфекцией. Врачи готовы к такой работе и оснащены всеми необходимыми защитными средствами. Укомплектованы костюмами, перчатками, очками, респираторами. Но по словам главного врача больницы, есть и другие проблемы, не связанные с готовностью медперсонала. Это пациенты, которые привыкли обращаться в республиканскую больницу, минуя все свои местные медучреждения. И ждать помощи именно от нас, говорит Ирина Гербекова. Вступают пациенты, мы оказываем экстренную помощь по жизненным показаниям, не можем не оказать эту помощь. Но выясняется, что у этих пациентов потом подтвержденные положительные диагнозы на ковид. Поступил пациент в тяжелом сопоре, в коме практически. Ему помощь оказали, потом у него выявили пневмонию, еще пока уточняли диагноз. Ему пришлось лежать в нашей реанимации. И потом только мы его перевели в топ-диспансер. Он, слава богу, поправляется, но нам пришлось закрыть учреждение отделения на карантин. Такие же ситуации возникли в других отделениях. Ну вот, в неотложной кардиологии, потому что пациент, который даже не знал, что он болен, пролечился, ушел. До поступления к нам он был где-то на каких-то похоронах или с кем-то контактировал. И получилось, что несколько человек в отделении, контактные с ним, и тоже должны наблюдаться. Тоже мы вывели их всех. Они все у нас на самоизоляции, наблюдаются. Отделение уходит на карантин. В отделении остаются те больные и здоровый персонал, который будет дальше налечивать этих пациентов. Отделение переведено на карантинный режим работы. При этом паузы в оказании медпомощи другим пациентам нет, утверждает главврач. Маршрутизация больных разных профилей отлажена. Это не очаг инфекции или очаг заражения и прочее. Это чистые пациенты, чистый персонал. Просто отделение работает в режиме карантина. Туда не поступают другие пациенты. Мы проводим там дезинфекционные мероприятия и долечиваем этих пациентов. Мы для того, чтобы не прервать работу, открываем подобные же отделения в других местах. То есть у нас есть реанимация сейчас, которая на карантине. И рядом открывается реанимация, которая чистая, в которую эту помощь будут оказывать. На месте в лаборатории больницы было произведено около 300 исследований на наличие вируса у медперсонала. Защита медработников, а также их пациентов, стоит в приоритете. И вот выявлено буквально несколько человек. Они все в хорошем состоянии. Все, кого мы отправили на самоизоляцию, те, которые контактировали с ними, мы уже перестраховываемся. Они у нас все по домам, мы со всеми на связи. Каждый день мы выясняем, как самочувствие. Два раза в день звонят заведующие, прозванивая я. Если нужны какие-то медикаменты, ими занимается поликлиника. Но мы тоже подстраховываем, чтобы это все было выполнено. Ограничительный режим в реанимационном отделе продлится до 27 апреля, а в отделении урологии до 29 числа этого месяца. Таким образом, уже на следующей неделе они возвратятся к обычному режиму работы. Фатима Даурова, Вести, Карачаево, Черкесия. Распространение коронавирусной инфекции вносит коррективы в работу различных учреждений. Как в условиях сложившейся ситуации работает Республиканский перинатальный центр? Продолжает ли оказывать медицинские услуги женскому населению? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Александры Коваленко. Сотрудники перинатального центра ежедневно проходят утренний и вечерний фильтр. Оценивается общее состояние медиков, включая термометрию. И после допуска начинается рабочий день. Одноразовые медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки рук и рабочих поверхностей. Такой набор, состоящий из средств индивидуальной защиты для медицинских работников Республиканского перинатального центра, в начале смены поступает в каждое отделение роддома. Дефицита этих средств в роддоме сегодня нет. На случай непредвиденного поступления пациенток с вирусными инфекциями, не обязательно коронавирусные, у нас рожают женщины с гриппом, с ОРЗ. Для них, конечно, другой режим. Они одеваются в хирургические одноразовые костюмы, бахилы, шапочки, которые после оказания помощи педпациентке утилизируются. Самая главная наша задача – это не допустить поступления пациентки или обращения за помощью в женскую консультацию пациентки, которая является выделителем новой коронавирусной инфекции. Для этого существуют у нас фильтры, которые отслеживают здоровье женщин, которые обращаются за помощью. Руководством перинатального центра были разработаны документы, в которых прописан порядок организации работы по профилактике коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи по профилю акушерства и гинекология в амбулаторных условиях. Для беременных, состоящих на учете в женской консультации, определен порядок наблюдения, включающий в себя несколько обязательных посещений. Это и постановка на учет, проведение всех УЗИ-скринингов, а также ведение антирезусного глобулина. Каждая женщина, готовящаяся стать мамой, постоянно поддерживает дистанционную связь со своим участковым врачом и акушеркой, обозначая жалобы и получая все ответы на вопросы. Параметры своего здоровья она фиксирует на бумаге. Пациентка дома сама контролирует количество выпитой и выделенной жидкостью, характер шевелений, уровень артериального давления, частоту дыхательных движений, наличие отеков и так далее. Эти листы заполняет каждая здоровая пациентка еженедельно и присылает с помощью каких-либо аккантов своему врачу или акушерке. Но чтобы попасть на прием в женскую консультацию, каждая женщина проходит через санпропускник. Здесь проводится опрос в отношении эпидемиологической ситуации в семье. Осмотрено наличие признаков вирусной инфекции. Будущим мамам измеряют температуру. Они обрабатывают руки, надевают бахилы и маску и только после этого проходят к доктору. Если вдруг пациентка обратилась за помощью, а у нее есть температура, она на прием не допускается, значит, получает рекомендации о самоизоляции на дому. И смотря по состоянию, если состояние удовлетворительно, мы ей рекомендуем вызвать терапевта на дом. Если она чувствует себя плохо или уровень гипертермии высокий, значит, она вызывает скорую помощь. Об этой ситуации сразу отсюда информация идет ко мне и далее в Минздрав. Строго ведется и прием рожениц в приемном отделении. Все данные о состоянии беременной заносятся в журнал. В условиях пандемии пациентки также под особым чутким контролем врачей. Сегодня в задаче медперсонала, помимо своего стандартного спектра, включено и обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности рожениц и их постоянное наблюдение на предмет отсутствия симптомов коронавирусной инфекции. Принимаем беременную в следующем порядке, то есть не заводя фильтр, сначала через окошечко спрашиваем у нее, не выезжала ли она, не контактировала ли она, ну то есть собираем эпидонамнез. Евгения Пономарева отмечает, количество родов за текущий месяц заметно увеличилось. И несмотря на то, что некоторая категория сотрудников в связи со сложившейся ситуацией в мире вынуждена временно находиться дома, родильный дом продолжает работать в обычном режиме. Некоторые категории работников сейчас не работают. Те, кто могут выполнять свои функциональные обязанности без ущерба основной работе и могут делать это дистанционно, они приказом отправлены на дистанционную работу. То есть это бухгалтерия, экономисты, юристы, то есть люди, которые могут работать дистанционно. Кроме того, не работают на сегодняшний день сотрудники, возраст которых превышает 65 лет. Тоже, знаете, они находятся на листе нетрудоспособности с 6 апреля до 30 апреля, пока до получения особых распоряжений. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Получать лекарства, не выходя из дома. Как это сделать в условиях самоизоляции, особенно пожилым людям? За комментариями мы обратились в республиканский эндокринологический диспансер. В период самоизоляции наш диспансер продолжает работать и оказывать медицинскую помощь. Медицинскую помощь мы оказываем также в дистанционном режиме. Для того, чтобы наши пожилые пациенты и вообще пациенты больные с сахарным диабетом, которые находятся в группе риска по заболеванию, инфекцией, которая сегодня у нас у всех на устах, мы предлагаем вариант получения препаратов следующий. Можно позвонить по телефону нашего диспансера, можно позвонить по телефону горячей линии или единый волонтерский штаб. Волонтеры-медики доставят препараты к вам домой после того, как по вашим амбулаторным картам они будут выписаны и получены. В рамках противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, весь общественный транспорт республиканской столицы с момента введения особого режима ежедневно подвергается дополнительным мерам санобработки. Как и чем транспортники ведут свою борьбу с невидимым, но крайне опасным врагом человеческого здоровья, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкечев. В рамках требований оперативного штаба Карачаевой Черкесии руководство муниципального пассажирского автотранспортного предприятия номер один «Черкесска» в три раза сократило внутригородские рейсы. А межгород, как и по всей республике, на время особого режима закрыт и вовсе. Всех сотрудников предприятия допускают к работе после тщательного осмотра. С утра оценивают их общее состояние, измеряют температуру. Мы на сегодняшний день выпускаем согласованно с руководством города, транспортным отделом, от 8 до 10 единиц транспорта. Это на линии города. Две единицы – это тоже согласованы и с Мездравом, и с республиканским штабом. Это в «Дружбу» один рейс и в «Псыш». Там много медиков, мы их собираем по утрам. Именно для медиков вот эти рейсы есть. Развозим по городу в определенных местах, высаживаем. Потом вечером в такой же последовательности их везем обратно. Во главе всего сейчас стоят меры по обеспечению максимальной безопасности граждан, передвигающихся на городском общественном транспорте. Дезинфекционную обработку автобусов сейчас производят три раза в день. Первая производится непосредственно перед утренним выездом. Затем идет полуденная, которая делается во время обеденного перерыва. А вечером по завершению смены уже идет обработка полов, хлоросодержащими средствами. Из 120 человек коллектива на сегодняшний день на работе задействованы около 45 человек в смену. Это все, естественно, с сохранением заработной платы. В смену у нас кассир, механики, слесаря и человек 8-10 до 12, в зависимости от необходимости. Это водителей. Чтобы производство просто не остановить. Они работают посменно. Два дня отдыхают и один день работают. Каждому водителю, заступающему на смену, выдаются латексные перчатки и пять медицинских масок из расчета, чтобы они их могли менять не реже, чем через каждые два часа. Также в арсенале каждого шофера имеются распылители дезинфицирующего средства, которыми они производят дополнительную обработку сидений и поручни на конечных остановках. Ахмад Халкищев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Изоляция – наиболее эффективный способ сдержать пандемию. В сложившейся ситуации люди, находясь на карантине, испытывают как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, бессонницу, эмоциональное истощение. Для того, чтобы справиться с уровнем тревоги у людей, практически психолог Зульфия Чеккуева оказывает всем желающим бесплатную помощь в онлайн-режиме. Как вести себя в состоянии агрессии и как справиться с негативной информацией? Что нужно делать в период пандемии, расскажет Альбина Ламкова. В период пандемии коронавируса в стране объявили самоизоляцию, а для ее нарушителей введены штрафы. Все эти действия, как и сама тема вируса, стала часто обсуждаться в сети. Каждодневно публикуются различные комментарии. А чтобы снизить информационную токсичность, лучше всего в этом случае доверять экспертам, докторам, вирусологам и психотерапевтам. Для того, чтобы погасить агрессию, в психологии применяют различные приемы. Прежде чем что-то сказать, ну вот просто рука на руку и сильное давление. Вот прям вот выложите всю свою силу, весь свой негатив, вот именно в это противостояние, в данном случае условное и символическое. Это тоже облегчит. Руки за шеей и точно так же посопротивляться. Вот эти простые упражнения, можно за спинку стула взяться, как хотите, да. Но именно физическое давление и сопротивление в теле, когда вы почувствуете, это, ну я не скажу, что это прям вообще решение всех проблем. Это снизит однозначно вот то напряжение, которое вы испытываете. Человек, находясь в чрезмерно тревожном состоянии, теряет способность трезво мыслить. И поэтому поддаваться панике и выражать свои негативные эмоции, безусловно, не стоит. Сейчас не лучший момент для выплёскивания и не лучший момент для глотания. Первое – это осознать. Но надо сказать, вот сейчас что-то происходит, что я очень сильно зол или зла. Да, вот мне прям настолько сейчас я себя чувствую не очень хорошо, что меня прям распирает на части. Вот проговорить для себя, чтобы вы понимали, что у вас это есть, значит, вы уже это не скушали и вам это не навредит. А дальше сказать, вот психолог говорил, а сейчас проверю, работает или нет. После выполнения вышеуказанных рекомендаций нужно найти для себя минут пять, сесть и расслабиться. Просто выровняйте своё дыхание и понаблюдайте за медленным вдохом и в два раза медленней выдох. Если у человека высокое артериальное давление, то не надо напрягаться при этом. Да, вот просто дышите спокойно, но выравнивая дыхание, через три минуты адреналин рассасывается в крови, говорят. Поэтому три-пять минут, если вы подышите, не 30 секунд и скажете, не помогло, это тоже облегчит ваше состояние. Конечно, приёмов и способов по стабилизации и борьбе с уровнем тревоги у людей множество. А как и когда их применять, Зульфия Чекуева консультирует всех желающих в онлайн-режиме бесплатно. К психологу можно обращаться с пяти до восьми вечера. А если не получилось дозвониться, то можно написать в WhatsApp по номеру телефона 8 928 028 57 71. Мы работаем со здоровыми людьми. Когда вы можете обратиться, по любому вопросу. Если вам хочется поговорить, я уже думала, может, назвать звонок другу. Вот просто хочется поделиться, поговорить. Или не справляетесь с какой-то ситуацией, или со своими чувствами, эмоциями. Не стесняйтесь, лучше проговорите. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Карачаевск. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Аптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите животных? Потому что сама люблю животных. И знаю, что многие любят животных. И хотелось бы, чтобы они были обеспечены полной и хорошей защитой. Это, можно сказать, друзья наши меньшие. И мы должны относиться к ним с должной ответственностью и вниманием. Конституция должна обеспечивать защиту не только граждан нашей страны, но и братьев наших меньших. Воспитывать нужно подрастающее поколение, да и всех взрослых на любви к животным. Если не будет любви к животным, не будет любви к людям. Следственный комитет России начинает Всероссийскую молодежную патриотическую эстафету добрых дел, посвященную 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Рак был повержен благодаря невероятной стойкости и мужеству, сплоченности советского народа. Участники акции пронесут через исторические центры нашей страны города-герои и города воинской славы знамя и эстафеты. Учащиеся кадетских корпусов и академии ведомства, сотрудники Следственного комитета России благодарят ветеранов и оказывают необходимую помощь тем, кто пережил страшные военные годы. Давайте вместе встретим юбилей победы добрыми делами. Независимо от дат и времени года, не оставим без внимания и помощи ни одного ветерана. Сохраним память о подвиге павших защитников Отечества в каждой семье. Будем достойны великого поколения героев. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите культуры и статусе русского языка? Потому что это наш родной язык. Это язык, на котором писал Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бунин. Для сохранения культуры и традиций нашего народа. Это основа основ. Это, можно сказать, корни любого государства. Потому что русский язык и наша великолепная культура – это именно то, что объединяет, сплачивает наше российское общество. Год памяти и славы. Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Администрация Волгоградской области объявляют о проведении юбилейного, десятого международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь». Сотни гостей и участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья встретятся в городе-герое Волгограде. Историческая правда и память поколений. Подробная информация на сайте волгоградбефистрв.ру в разделе «Фестивали». У мусульман всего мира начался месяц обязательного поста, который называется «Уроза». Чем характеризуется это время и какие рекомендации определило Духовное управление мусульман Карачаева-Черкесии, расскажет Мураджан Кёзов. Рамазан – один из пяти столпов ислама. Пост соблюдается ежегодно. На протяжении месяца мусульмане в дневное время суток не принимают пищу и воздерживаются от употребления воды и других напитков. Месяц Рамазан он дан Всевышним для блага людей. В этот месяц Аллаху Таала закрывает двери ада и открывает двери рая. Это вот такой вот подарок для мусульман. И в этот месяц мы должны поститься и делать добро. Сегодняшний карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса внёс свои коррективы и в правила соблюдения поста. То, что сейчас нам предписали сидеть дома, это мы должны подчиняться беспрекословно. Этим мы приблизим то, что эта зараза закончится побыстрее. И тогда уже будем, если Всевышний даст, к концу месяца гаид, намаз уже будем делать в мечети. Во время уроза мысли мусульман сосредоточены на духовном самоочищении, групповых собраниях, совместном питании и коллективных намазах. Однако в связи с пандемией коронавируса религиозные лидеры призывают мусульман соблюдать ограничения, связанные с самоизоляцией, чтобы замедлить распространение инфекции. Именно принимается та просьба ко Всевышнему, которую ты делаешь для всех мусульман, и в том числе для себя. Для себя, для своих родных, для родителей. Это быстрее принимается Всевышним, чем та молитва, которую ты делаешь только для себя. Поэтому мы это должны знать и просить уже для всех людей, чтобы вот эта зараза тоже ушла от нас. Мы должны и это просить у Всевышнего. О прощении грехов мы должны просить у Всевышнего. И дай Аллах, чтобы Аллаху принял все наши молитвы. Мурат Жанкёзов, Руслан Харченко, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Внимательность и мужество являются особенным качеством у сотрудников спецподразделений управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Указом президента России Владимира Путина, офицер авиационного отряда специального назначения и сотрудник ОМОНа были отмечены медалями за спасение погибающих. Они проявили лучшие профессиональные навыки, оказав своевременную помощь попавшим в беду людям. С доблестными росгвардейцами встретился Олеган Лепшоков. Офицер авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии отмечает, что именно профессионализм и чуткость позволили своевременно оказать помощь человеку и спасти ему жизнь. Проезжая по проспекту Ленина, он заметил лежавшего на обочине мужчину. «Я действовал спонтанно, понимая, что нельзя терять ни минуты и нужно оказать первую доврачебную помощь», вспоминает офицер Росгвардии. «Подбежав к нему, я увидел, что у него все признаки эпилепсии, то есть посинение губ, он уже, скажем так, задыхался. То есть думать о том, чтобы вызывать скорую или еще что-нибудь, времени не было. По ходу действия, то есть получилось так, его положили на бок, пытаясь разжать челюсти, с обочины перенесли, то есть с проезжей части перенесли на обочину, уже там, где никаких помех не было». Молодой сотрудник ОМОНа весной 2019 года, совершая пробежку в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкесский, заметил тонущего человека и других зовущих на помощь. Не задумываясь, ОМОНовец прыгнул в воду, чтобы спасти человека. «Нырнул за ним, подплыл к человеку. У меня было травмировано в тот момент плечо. Человек, тонувший человек, он не слышал меня. Не слышал команды, что я от него хочу. Топил меня, находясь в панике, залазил на меня. Когда человек понял, услышал меня, я обхватил его. Мы доплыли до берега». За проявленное мужество и профессионализм указом президента России Владимира Путина оба сотрудника Росгвардии были отмечены медалями за спасение погибавших. Сами же герои уверены, что именно прекрасная спецподготовка позволила им оказать вовремя необходимую помощь. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. По федеральной программе развития образования совсем скоро начнется капитальный ремонт и реконструкция 10 детских школ искусства республики. Какие объекты ждут преобразования нашей съемочной группе, рассказал министр культуры Карачаево-Черкесии Рамазан Бароков. Алла Динаева подробнее. Еще в 2019 году по опоручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова был проведен мониторинг состояния учебных заведений дополнительного образования Министерства культуры республики. А их 28, рассказывает руководитель ведомства Рамазан Бароков. Детально изучив состояние всех объектов, комиссия отобрала те, которые особо нуждаются в ремонте. Определены 10 наших учебных заведений. Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на сегодняшний день подписано. Они определены. И мы уже дали поручение муниципальным образованиям проводить все конкурсные процедуры, чтобы начать быстрее, для того, чтобы учебный год не сорвать для наших учебных заведений. Все работы по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств проходят в рамках реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей и реализации мероприятий молодежной политики Государственной программы России развития образования. На сегодняшний день все процедуры определены. Сегодня идут работы по подготовке и началу ремонтных работ. Как завершится документальная часть работы и карантин как пройдет? Нет, карантин нам не мешает. Строительные работы будут начинаться. Думаю, что в течение 10-15 дней завершатся эти все процедуры и мы начнем ремонт. Глобальные изменения ждут и колледж культуры и искусств имени Аслана Даурова. По поручению главы республики в 2011 году была заменена крыша здания, а теперь здесь проведут реконструкцию. Планируется при колледже открытие в виртуальный концертный зал. Как рассказал министр культуры Рамазан Баруков, капитальный ремонт будет произведен в 8 учебных заведениях дополнительного образования в различных городах и районах республики. А в детских школах искусства у Лапсыжи города Черкеска будет проведена реконструкция. Аладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачева, Черкесия. Расскажите видео своего танца и публикуйте в своих социальных сетях с хэштегом «Россия танцует дома». Лучшие видео вы увидите в эфире нашего телеканала в программе «Прямой эфир». А еще по итогам каждой недели редакция сайта отбирает 10 лучших видео, и пользователи могут проголосовать за того, кто достоин побороться за главный приз, оказаться в финальной программе «Танцы со звездами». А также у каждого есть возможность получить подарки от спонсора танцевальной школы «Галла-дэнс». После самоизоляции театралов ждет интересная премьера – продолжение комедии на карачаевском языке «Директор Бани», которая в свое время не только побила рекорды по сценическим показам, но и полюбилась, а также запомнилась всем, кто слушал ее дома на аудиокассетах. Как будут дальше разворачиваться события в жизни сотрудников Бани, как готовятся артисты к премьере, узнавала Алла Динаева. С конца марта артисты Карачаевского театра находятся дома, но период самоизоляции проводят плодотворное и решили свободное время посвятить творчеству. Они готовятся порадовать зрителей новой постановкой, точнее, это продолжение истории, которую знают и любят несколько поколений людей. Комедия «Директор Бани» в советское время была сыграна более тысячи раз, но, к сожалению, запись спектакля сохранилась только на аудиокассетах. Работать над новой постановкой артисты Карачаевского театра начали месяц назад. Мы успели приступить к новой постановке, называется «Директор Бани-2». За этот период у меня в голове это вертелось давным-давно, но никак не мог собраться и написать это, потому что я хорошо владею этим материалом. И вот это будет спектакль, сатирическая комедия, музыкальная комедия с элементами мюзикла. И я прибавил там несколько персонажей, распределил, отпечатали, и роли уже родственны артистам. И артисты дома изучают. Изучают и вживаются в образ своего героя. А те артисты, у кого главные роли и большие тексты, учат их наизусть, чтобы, когда завершится самоизоляция, прийти уже готовыми к постановке нового спектакля. Мы порепетируем, сошьем костюмы, и в скором времени состоится премьера музыкальной комедии «Директор Бани-2», рассказывает руководитель Карачаевского театра Руслан Гачьяев. Артистам, исполнителям главных ролей, у кого много текста, они уже придут, нам только остается по мизансцерам разбросать. И этот спектакль мы выпустим обязательно. Все проходит, как сказал великий Соломон, и это пройдет. И это время пройдет. Дай Всевышний, и мы скоро, скоро будем так же работать, как работали раньше. Пока готовится премьера, жители свои любимые спектакли и комедии могут смотреть в Ютьюбе. Во время пандемии учреждения культуры продолжают интерактивную работу со своими зрителями и посетителями на страницах своих сайтов и социальных сетей. Можно посмотреть свои любимые комедии и получить порцию позитива. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok